Судебные приставы выставляют камеры и подключают базу розыска должников к системе автоураган. Теперь те, кто просрочил платежи за потребленные энергоресурсы, и не только, мимо спецпоста не проедут. Первые полчаса работы и уже семь человек вспоминают, за что забыли заплатить. Суммы долга у всех разные. Энергетики рассказывают, за электроэнергию, горячую воду и тепло, что размер недоимки одного человека начинается от 3 тысяч рублей и может достигать 150 тысяч. К слову, таких злостных должников, кто не заплатил более 100 тысяч рублей, в Удмуртии уже 150 человек. Задолженность потребителей энергоресурсов на сегодняшний день составляет более полутора миллиарда рублей. Из них 540 миллионов рублей – это задолженность за потребленную электроэнергию, более 500 миллионов за потребленное горячее водоснабжение и около 500 миллионов за тепловую энергию. Поиск должников совместно с приставами энергетики теперь будут проводить регулярно два раза в неделю. Это крайняя мера, на которую поставщики ресурсов вынуждены пойти. При этом они еще раз обращаются ко всем жителям республики с просьбой не доводить дело до судебных производств. Иначе можно остаться, к примеру, без автомобиля. Его могут изъять и отправить на штрафстоянку до тех пор, пока не будет погашена задолженность. Должники могут на месте оплатить. Сейчас достаточно много онлайн-систем совершения платежей. Вот что сегодня два должника сделают на месте. У одного должника было 3 тысячи рублей за должность, у второго – 11 тысяч. В энергосбыте также напоминают, для тех, у кого долги возникли из-за сложной жизненной ситуации, существует возможность реструктуризации долга. Главное – сообщить об этом и не скрываться. Альбина Валикжанин, Андрей Бусыгин. Новости.